Глава 4, подзаголовок 4. Обновление демагогии. Право палестинского народа на самоопределение. Со временем, однако, арабские пропагандисты поняли, что даже самое мощное оружие теряет свою действенность, если его не совершенствовать. Таким образом, современное обновление демагогического арсенала является насущной необходимостью. Многократно повторяемые тезисы об узурпированных территориях и о бездомных палестинских беженцах стали приедаться. Осведомленная аудитория на Западе не желала более довольствоваться этими лозунгами, и арабам пришлось выдвинуть новый аргумент. Право палестинского народа на самоопределение. Интересно отметить, что о палестинском самоопределении арабы заговорили только после своего поражения в шестидневной войне. В течение 19 лет Иордания правила в Иудее и Самарии, и за все это время ни один арабский деятель не заикнулся о праве палестинцев на создание собственного государства. То же самое касается египетского правления в секторе Газы. Когда до 1967 года арабские лидеры говорили о правах палестинцев в кавычках, они подразумевали право на возвращение в пределы государства Израиль в Хайфу, Яфо и Акко. Смысл этого требования был очевиден. Для того, чтобы реализовать права палестинцев в кавычках, необходимо уничтожить еврейское государство. Как это не смешно, но в годы британского мандата именно евреи Эрцисраэль именовали себя палестинцами. «Палестайн пост» была еврейской газетой, а палестинский филармонический оркестр – еврейским коллективом. Англичане называли палестинцами солдат, служивших в еврейской бригаде в составе британской армии. Разумеется, рядом с палестинскими евреями в кавычках жили в Эрцисраэль «палестинские арабы» в кавычках. Но в те времена арабские жители страны еще не размахивали собственным национальным знаменем. Напротив, они всячески подчеркивали свою принадлежность к «великой арабской нации» в кавычках. Самоидентификация палестинских арабов в рамках «Единой арабской нации» не претерпела существенных изменений за прошедшие десятилетия. Глава Организации освобождения Палестины Ясер Арафат говорил в прошлом, «Вопрос о границах нас не интересует. Палестина – это малая капля в Великом Арабском океане. Мы принадлежим к великой арабской нации, владения которой простираются от Атлантического океана до Красного моря и далее». Зухир Мухсейн, член исполкома ООП, выступал с аналогичными утверждениями. «Нет большого различия между иорданцами, палестинцами, сирийцами и ливанцами. Все мы принадлежим к одному народу». Но вскоре после шестидневной войны арабский мир заговорил о палестинском народе, как будто новая нация родилась в одночасье, благодаря установлению израильского контроля над Иудеей, Самарией и Газой. Появление новой нации всегда является результатом сложного исторического процесса. Развитие обособленного национального самосознания происходит в силу действия многих факторов, в числе которых можно назвать формирование языка, культуры, религии, общность исторического опыта. Но предположим, что палестинцы совершили гигантский скачок и в считанные годы проделали путь, на который у других народов уходят многие столетия. Допустим также, что они достойны теперь права на национальное самоопределение. Но где оно может быть реализовано? Что такое палестинский народ и где его родина? Интересно услышать, что думают на этот счет арабские лидеры, в том числе лидеры самих палестинцев. ООП является главным носителем идеи палестинского самоопределения. Начиная с 1964 года, эта организация неоднократно утверждала, что ее целью является создание палестинского государства на всей территории Эрцисраэль, то есть на территории государства Израиля и Хашемитского королевства Иордания. Это положение неоднократно подчеркивалось в официальных документах ООП, в том числе в решениях 8-й конференции Палестинского национального совета в 1971 год. «Поднимая лозунг освобожденной Палестины, палестинская революция не намеревается отделить восточные береги Ордана от западного. Мы не верим также в возможность отделить борьбу палестинского народа от борьбы народных масс в Иордании». В силу определенного сближения или, по крайней мере, политического перемирия между ООП и Иорданией, палестинские лидеры не оглашают в последнее время своих намерений относительно хашемитского режима в этой стране. Но их прежние декларации однозначно указывают на истинную цель ООП. В 1967 году представитель ООП Шафик Эль-Худ заявил, «Иордания, так же как и Израиль, является неотъемлемой частью Палестины». В 1974 году Ясер Арафат выступил на Генеральной Ассамблее ООН со следующим красноречивым заявлением, «Иордания наша, Палестина наша, и мы построим свое национальное государство на всей этой территории». Можно было бы ожидать, что иорданцы будут оспаривать попытки отождествить их страну с Палестиной, но они не делали этого в течение многих лет. В 1970 году наследный принц Хасан заявил, обращаясь к депутатам иорданского парламента, «Палестина – это Иордания, а Иордания – это Палестина. Существует один народ и одна страна с одной историей и одной судьбой». Конец цитаты. Король Хусейн заявил в 1977 году в интервью египетскому телевидению, «Два народа в действительности представляют собой один. Это факт». В 1981 году он же сказал в интервью арабской газете, издающейся в Париже, «Правда состоит в том, что Иордания – это Палестина, а Палестина – это Иордания». В 1984 году Хусейн говорит корреспонденту кувейтской газеты «Эль-Анба», «Иордания – это Палестина, иорданцы и палестинцы должны понять, что у них одна судьба». В 1988 году Абу-Ияд подтвердил традиционную точку зрения ООП, «Мы настаиваем на конфедерации палестинского государства с Иорданией, поскольку мы один народ». В последние годы король Хусейн и представители ООП несколько изменили тон своих заявлений по данному поводу, поскольку в противном случае они неизбежно оказались бы в конфликте между собой. «Кто будет править в Восточной Палестине, то есть в Иордании?» Но шепотом или в полный голос арабы утверждают одно и то же. Территория, которую палестинцы объявляют своей родиной, полностью совпадает с подмандатной Палестиной в границах определенных лигой наций. Эта территория включает как государство Израиля, так и Иорданию. Смешно говорить о том, что два араба, один из которых живет к востоку от Иордана, а другой к западу, принадлежат к двум разным народам, несмотря на общность языка, культуры и религии. Во многих случаях речь идет о членах одной и той же семьи, о детях одних и тех же родителей, о братьях в биологическом, а не национальном смысле этого слова. Эту истину признают как лидеры ООП, так и правители Иордании. Тот, кто принимает существование палестинского народа в качестве безусловного факта, должен спросить, сколько имеется палестинских народов? Следует ли говорить о западном палестинском народе и о восточном палестинском народе? И сколько арабских государств следует создать в Эрд-Цесраэль для того, чтобы все палестинские народы в кавычках реализовали, наконец, свое право на самоопределение? Нет никакого сомнения в том, что на территории бывшей подмандатной Палестины проживает две национальные группы – евреи и арабы. На этой территории существует два национальных государства – Израиль и Иордания. В арабском государстве Иордании, насчитывающем 3 миллиона граждан, нет ни одного еврейского жителя, поскольку все евреи, оказавшиеся под властью иорданского правительства, были депортированы в 1948 году. При этом Иордания занимает 4 пятых территории, выделенной Лигой наций для создания еврейского национального дома. В Израиле проживает около 5,5 миллиона человек – 1995 год. При этом арабские жители составляют более шестой части общего населения страны. На территории, расположенной между Израилем и Иорданией, то есть в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме, проживает 1,15 миллиона арабов и более 250 тысяч евреев. Еще 750 тысяч арабов живет в секторе Газы. Понятно поэтому, что требование права на самоопределение, исходящее из уст палестинских арабов, абсолютно лживо и необоснованно. Жители Иордании являются палестинскими арабами, и дед нынешнего правителя этой страны, король Абдалла, намеревался назвать свое государство Хашемитским королевством Палестина. В населении Иордании абсолютное большинство составляют семьи, происходящие с западного израильского берега реки Иордан. Тот факт, что часть палестинских арабов переселилась в 1948 году в восточную часть Палестины, недостаточен для того, чтобы утверждать, что палестинский народ не имеет собственного государства и не может реализовать свое право на самоопределение. Большинство палестинских арабов проживает сегодня на территории подмандатной Палестины. Значительная их часть выражает удовлетворение существующим положением вещей, при котором в Иордании правит хашемитская династия. Это, разумеется, удобно и для Израиля. Нет необходимости превращать в кавычках Иорданию в палестинское государство. Оно изначально является таковым. Так называемая палестинская проблема может быть решена в рамках двух суверенных государств Израиля и Иордании без создания третьего государства, искусственного и нестабильного. Требование о создании дополнительного палестинского государства в Иудее и Самарии, 22-го по счету арабского государства. Это всего лишь способ вернуть Израиль к уязвимым границам 49-67-го годов. Нет никаких оснований для того, чтобы Израиль отказался от того немногого, что досталось ему из территории подмандатной Палестины, обещанной ему Лигой наций. Продолжение следует... Продолжение следует...